Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Сегодня с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию посетил полпред Юрий Чайко, а с главой Рашидом Тимрезовым обсудили социально-экономическое развитие республики. Предприятие, выполняющее гособоронзаказ. Юрий Чайко и Рашид Тимрезов посетили завод «Каскад» и осмотрели этапы производства. Самое надежное средство от заболевания – это прививка. О результатах прививочной кампании против полиэмилита рассказали в детской поликлинике города Черкеска. Мультфильмы в качестве развития и изучения языка в прокат вышел «Зверополис», а его герои заговорили на карачаевском. Сегодня с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко. В ходе двухсторонней встречи с Рашидом Тимрезовым обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития республики. Благодаря решениям президента Владимира Путина, комплексным мерам, которые принимались на федеральном и региональном уровнях, Карачаево-Черкесия стабильно развивается. Положительных результатов удалось защитить промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. А также за счет нацпроектов Юрий Чайко отметил уверенную динамику развития Карачаева-Черкесии, в том числе в туристической сфере. Особое внимание уделили вопросы поддержки военнослужащих и членов их семей. Юрий Чайко и Рашид Тимрезов посетили завод «Каскад» оборонно-промышленный комплекс, стал центром внимания. Почему предприятие вызвало интересы, какие перспективы в развитии отрасли, позволит ли опыт персонала освоить передовые технологии в создании новой конкурентоспособной продукции, ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Поиск новых источников экономического роста – одна из главных задач. Большим потенциалом в решении данного вопроса обладает оборонно-промышленный комплекс. Он служит гарантом в обеспечении национальной безопасности страны. Его развитием, внедрением передового оборудования и подготовкой кадров занимается руководство завода «Каскад». Полпред Юрий Чайко вместе с главой Корчаева Черкесии Рашидом Тимрезовым осмотрели этапы процесса производства. О подробном цикле работы предприятия радиоэлектронной промышленности рассказал генеральный директор завода «Каскад» Аслан Джанкёзов. Предприятие было открыто в 1966 году. Его профиль – изготовление штепсельных разъемов. Само установление завода пришлось на период стабильности, когда основные последствия Великой Отечественной войны были позади. Но потом вместе со всей страной в эпоху перемен пришлось преодолеть разные трудности. Сейчас же предприятие вновь закаляется и принимает вызов западных санкций. Занимается производством электронной аппаратуры гражданского и военного назначения. Детали мы делаем прямогольные соединения. Это военное производство. Главное, чтобы быть внимательным. Это очень ответственная работа. Дружный коллектив. Наши руководства очень тоже хорошие. Мы их уважаем. Мы сами с икухалка. Нас водят автобус, специальный автобус. Зарплата раньше, когда я пришла, она была маленькая, не устраивалась. Сейчас спасибо руководству. Руководство у нас подняли. Зарема Ситикова работает на заводе «Каскад» 17 лет. Она управляет термопласт автоматом. Это большой высокотехнологичный станок. В нем форма застывает в виде нужной детали. Зарема Ситикова по монитору компьютера следит за настройками, соблюдением технологии. Деталь видят только на выходе, когда вынимают ее, уже остывшую, из пресс-формы. Летещий каждую деталь должен покрутить в руках, осмотреть, нет ли дефектов. Одно из ведущих направлений деятельности «Каскада» – изготовление и реализация электромонтажных устройств и электронных счетчиков электроэнергии, которые состоят исключительно из отечественных компонентов. Говоря об оборудовании, Аслан Джанкёзов подчеркнул опыт и профессионализм инженеров-конструкторов. Они производят качественную продукцию. На рынке сбыта продукт имеет большой спрос. Патеринка, которая раньше расставляла проблему, она садилась, соответственно, на то, что про сломбировку даже это исключили, предусмотрели с учетом замечаний заказчика, которые делали бонусную. Это исключительно прям наш продукт отечественный. Еще на территории завода организовали выставочную экспозицию промышленных предприятий республики. Они выполняют гособоронзаказы или производят различную продукцию для нужд военных. То, что мы производим на оборонно-промышленный комплекс, это вот эти изделия, кольца, сальники, манжеты. То есть, эти изделия для комплектации. Сейчас на заводе «Каскад» работает около 200 человек. Берут людей и без опыта. Если мы набираем на вас сотрудников, обучаем, помогаем. Завод «Каскад» является партнером крупных российских автомобильных компаний в сфере электроэнергетики. Более чем за 50 лет успешной работы предприятие достигло значительных результатов и накопило потенциал для дальнейшего развития. Реализация поставленных задач позволит заводу «Каскад» увеличить объем выпускаемой продукции, создав новые рабочие места и расширить рынок сбыта. Конечно, на выполнение планов нужно время. Хотя уже на данном этапе наблюдается положительная тенденция в развитии производства. Поэтому очень важно и дальше разрабатывать эффективные меры в поддержку данной отрасли. Затем полпред Юрий Чайко провел совещание о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса республики. Юрий Чайко отметил, что в условиях введения недружественными странами беспрецедентных санкций в отношении России предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе, как и в целом по стране, столкнулись с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, запасных частей, комплектующих и оборудования, снижением объема экспортных поставок, а также дефицитом квалифицированных специалистов. Все это сказалось и на уровне износа производственных фондов. Вместе с тем необходимо отметить, что большая часть предприятий республики за прошедший год показали положительную динамику по объему производства продукции. Это результат конструктивной работы органов власти республики и коллективов оборонных предприятий под общим руководством главы республики. Обеспечение предприятий промышленности квалифицированными кадрами проводится в рамках совместной деятельности федерального центра, региональных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, учреждений, среднее профессиональное образование и предприятий работодателей. На уровне округа этот процесс организован, даны соответствующие поручения. Сегодня вопрос слаженной и бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленному комплексу без преувеличения является вопросом жизненной важности. На этом было акцентировано внимание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и мы обязаны обеспечить выполнение данного поручения. Сегодня нам необходимо держать в центре внимания все вопросы, которые могут повлиять на ритмичную работу предприятий ОПК. Органами исполнительной власти республики организовано постоянно взаимодействие с предприятиями, осуществляющими свою деятельность в регионе. Штормовое предупреждение. В Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды местами до неплагоприятных отметок. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, температура ночью 16-21, в горах до плюс 15, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске кратковременные дождь и гроза, ветер западный 5-10, температура ночью 18-20, а днем 27-29 градусов тепла. В Черкесске прошла пресс-конференция по вопросам детской вакцинации. На вопросы журналистов республиканских СМИ ответила заведующая Республиканской детской многопрофильной поликлиники Изабелла Тлябичева. Дифтерия, столбняк, коклюш, полимелит, краснуха. Самое надежное средство для профилактики этих заболеваний – прививки, считает заведующая Республиканской детской многопрофильной поликлиникой Изабелла Тлябичева. Непривитый ребенок, особенно посещающий организованный коллектив, может быть опасен для окружающих. Хочу отметить, что в последнее время у нас, пожалуйста, подняла голову корь. То есть есть случаи кори в России, и, к сожалению, есть случаи кори и в Черкесске, и у детей есть случаи кори. Поскольку мы знаем, что это тяжелое заболевание, опасное своими последствиями и осложнениями, поэтому, конечно же, дети должны быть привиты против этой инфекции, особенно дети, которые идут в организованный коллектив. Журналистов интересовал вопрос о результатах недавно проведенной прививочной кампании против полиэмилита. Полиэмилит дети переносят легко. Практически осложнений против полиэмилита не бывает. Вот данной туровой вакцинации у нас не было не зарегистрировано ни одного случая осложнений против прививки. Мы ведем мониторинг поствакцинальных осложнений. Поэтому каждый случай, если возникает осложнение после прививки, каждый случай мониторируется, передается в субъект, санэпидный надзор и в федеральное учреждение. В последнее время число отказавшихся от прививок возрастает по разным причинам, что в конечном счете приводит к увеличению заболеваемости. Дифтерия, столбняк, полиэмилит, коклюш, корь – то есть это все те инфекции, которые мы можем управлять. То есть это все те инфекции, на которые мы можем воздействовать, чтобы ваш ребенок не заболел. Пожалуйста, не нужно слушать различных знающих людей, так называемых, в интернете, которые пропагандируют вам отказ от прививок. Прививка является защитой для вашего ребенка. То есть ваш ребенок в дальнейшем пойдет в жизнь. Чтобы не заболел страшными заболеваниями, пожалуйста, приходите, прививайтесь. По действующему законодательству делать прививку ребенку или нет, решают родители или законные представители. Врачи призывают сделать правильный выбор. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Герои Зверополиса заговорили на карачаевском языке. В кинотеатрах вышел в прокат известный мультфильм. О проекте и о роли анимации в контексте национальной культуры расскажет Алла Качиева. У большинства современных детей разговорная речь именно такая. Мультфильмы в качестве средства поддержания изучения карачаевского языка. Такая идея пришла в голову активистам культурного центра «АЛАН» города Ставрополя. Организация уже несколько лет занимается сохранениями развития истории карачаевского народа, культуры, языка, обычаев, традиций горцев. Это наш первый мультфильм, который мы перевели на родной язык. Есть большая проблема у детей, у подрастающего поколения. Они не знают свой язык из-за того, что дома родители, на мой взгляд, когда дети начинают плакать, они уже мешают, дают им просто в руки телефона и говорят, смотрите мультфильм, главное мне не мешайте. Даже что далеко идти. У меня мои племянники, они тоже не знают. Но, мне кажется, таким примером, такими мультфильмами мы и взрослым, и детям даем правильный пример, чтобы они приходили в кинотеатр, смотрели на большом экране, чтобы у них было понимание, что можно посмотреть мультфильм на большом экране, и что это правильно, чтобы дети не забывали свой язык. И вот мультфильм «Зверополис», теперь уже под названием «Ставрополис» на карачаевском языке, на большом экране в Черкесске. Сюжет о сказочном городе с одноимённым названием, населённым многочисленными животными. Он разделён на районы, повторяющие естественную среду обитания разных зверей. Переводил мультфильм на карачаевский язык и подбирал актёров, активист культурного центра «Алан» Беаслан Лепшоков. Наша деятельность, как показывает спрос, очень актуальна. Мы планируем привести ещё множество различных мультиков и, наверное, фильмов, может, какие-то мини-мультики и так далее. Но помимо того, что мы просто дублируем и будем выкладывать в интернет, решили, что было бы интереснее всё это показать в кинотеатре. Мультфильм не просто перевели, а частично и переделали. В анимационную картину добавлены элементы национального быта и культуры карачаевского народа. В Ставрополисе заменены все имена. Присутствует определённый тонкий юмор, присущий карачаевскому народу. Появились фразы, пословицы и поговорки. Главные герои – крольчиха-полицейская Джуди Хоббс и Лис Аферист – теперь Джул Дуз и Исмаил. Благодаря таким проектам дети с интересом изучают родной язык, уверены представители культурного центра «Алан». Мне очень понравился этот мультфильм, потому что мне было интересно смотреть, как на большом экране разговаривают на моём родном языке. И это было что-то новое, но всё равно мне очень-очень понравилось. У культурного центра ещё много новых проектов и идей. А Ставрополис они ещё планируют показать в кинотеатрах не только нашей республики и Ставропольского края, а в Кабардино-Балкарии, в Москве, Санкт-Петербурге, где компактно проживают карачаевцы и балкарцы. Алла Качиева, Медина Джанкиозова, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Всего доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!